Всем привет, с вами Реккор, и сегодня мы продолжаем выживать замечательную гребку на зоне Дайзетс Нандо. Как и собирались в предыдущей серии, мы отправимся в Новую Петровку за палаткой, но сначала, сначала я вам хочу показать, как я немножко разобрался в своем инвентаре. Я решил выкинуть некоторые предметы, да, я решил оставить обрез, и я решил выкинуть сетки, чтобы освободить немножко места. И насчет вот магазина Макаров и патрон для Макарыча я тоже сильно-сильно сомневаюсь. Так, давайте сразу мы перезарядим, чтобы не было никаких эксцессов. Так, давайте я покажу, что у меня сейчас по лопу. У меня 30 патронов на дробовик и 6 в стволе. Так, тут всякая фигня. Тут, по-моему, плопи, да. Вот с таким вот набором мы сейчас будем отправляться в сторону Новой Петровки и искать палатку. Без вас я ничего, соответственно, только что у нас здесь никто ничего не оставил. Без вас я, соответственно, ничего не искал, ничего не делал. Давайте отправляться в наше путешествие. Приятного просмотра! Так, мы прибыли к железнодорожному вокзалу, которого раньше в Новой Петровке не было. Его добавили с 0.62 патчем. Давайте посмотрим, что мы здесь сможем найти. Так, впереди контейнера. Может быть, там есть контейнеры с военным лутом. Давайте сейчас быстренько их проверим. Так, там какой-то нож лежал без надобности. Так, ух ты, сколько мешков. Нам они не нужны. Гилья делать пока что не собираюсь. Может быть, потом, когда мы поставим лагерь и будем уже таскать всякий хабар туда, мы, может быть, и займемся собирательством. Опа, станок давайте возьмем. Неплохо. Может быть, мы сейчас в каком-нибудь контейнере здесь найдем эмочку. Конечно. Так, а это что? Это, по-моему, на рак, да? Давайте наоборот, наверное, сделаем. Если что, у нас уже будет стак патронов на макар. Ну, опять же, если мы найдем палаточку, я без сожаления их выкину. Даже не задумываюсь, потому что у нас п1 с гушителем, плюс у него больше стака патронов. Ну, короче, нам будет выгоднее ходить с п1, потому что он тихий убийца, скажем так, в данный момент. Так, сейчас заглянем в машинку. И на КППшечку. Банка еды, патроны на револьвер нам не нужен. У нас нет ни револьвера, ни желания с него стрелять. Тут ничего нет. Так, я забыл посмотреть вагончики. Давайте-ка вернемся, наверное, заглянем. И будем уже отправляться в высоточки. А то мы сейчас опять наберем всякой фигни, и палатку нам складывать будет абсолютно некуда. Оп. Ой-ой-ой. Как сильно пролагало. Так, там ремонт колес. Нам он без надобности. Интересно, что такое сильно заспаунилось чей-то лагерь. Или куча зомбарей. Потому что когда лагает рядом с лесом, это может означать, что где-то прорисовался чей-то лагерь. Так, Мишка наверху вон сидит, я вижу. Давайте отберем у него фрукт. В этом случае банан. Банан. Так. В автобусе тоже что-то может быть. Так, тут ничего. А здесь у нас что? Опять тряпочка. У нас есть шесть тряпок и бинт, поэтому нам оно не нужно. Комфорочку бы, может быть, найти. Ну, или еще что-нибудь ценное. Не знаю, что в нашем случае сейчас ценное будет, но мне сейчас нужна палатка. И мы уже будем счастливы. Так, давайте-ка возьмем, наверное, прицел. Выстрелов слышно не было. А, вот она, смотрите, красавица. Прорисовывайся. Ну что ты как... Мы же все-таки снимаем. Вот она, родимая. Блин. Сколько она места занимает? Я что-то не помню. Давайте в кустик их сядем. И быстренько... Перекусим. Так, почему ты пистолет кладешь в рюкзак, а не туда, куда ему надо. Так, ребятки, сейчас мы будем, наверное, освобождать местечко. Давайте съедим вот эту фигню. Так, выкинем. Нафиг вот эти патроны. Вот эти патроны. И, наверное, выкинем одну бутылочку. Так, вроде бы должно хватить. Посмотрим. Давайте сейчас быстренько эту палаточку заберем. Видите, даже не пришлось нам заходить в сами эти высотки. Мы ее сейчас прямо с балкона дернем. Да, как раз встал во все те слоты, которые мы освободили. Так, я еще знаю, что здесь есть. Здесь неподалеку полицейский участок. Давайте, пока выстрелов не было, мы туда сходим. Может быть, мы разживем с чем-нибудь автоматическим. Чем-нибудь типа МП-5. Будем надеяться, что мы там никого не встретим. И мы идем оттуда живыми и здоровыми. Давайте я, наверное, за кадром туда добегу. И когда только я подойду к нему, то... А вот еще, смотрите, вот еще палатка. То я включусь. Увидимся там. Так, ребятки, мы подошли к полицейскому участку. Не очень удачная позиция, чтобы за ним наблюдать. Вон, видите, видно его краешек. В общем-то здесь очень много зомбарей ходит вокруг него. Будем надеяться, что мы уйдем живыми из Новой Петровки. Не хотелось бы терять палатку. В общем, постараемся выжить, ребятки. Я никого не слышал здесь, никого не видел. И... Хочу, чтобы никого тут не было. Чтобы мы нашли какой-то ценный лут. И ушли отсюда живыми. Так, пока что никого не слышно. Теперь пойдем на второй этаж. На первом. Не густо. Как и на втором, пока что запчасти всякие лежат. Фух, никого нет. Ну, в принципе, как и ничего. Давайте, наверное, шлем переоденем. Это же это, как и уборка. Да. На крышу, я не знаю, стоит, не стоит подниматься. Все-таки здесь частенько люди захаживают. Так, ладно, тут уже все фигня тут лежит. Надо, короче, валить отсюда, пока мы живы. Пока тут никто не пришел. Я думаю, отправляться где-нибудь на север, в каких-нибудь малопроходных деревнях. В кустиках поставим где-нибудь наш лагерь. И попробуем продержаться как можно дольше с нашим лагерем. Что это еще? Патроны на дробовик. Нам уже просто их складывать некуда. Швейный набор мы всегда сможем найти, а вот патроны не всегда. Ладно, места у нас катастрофически мало. Я уже больше не буду пока что ничего лутать. Давайте будем отправляться на север и где-нибудь в кустиках оставим нашу палатку. И уже будем таскать туда какой-нибудь хабар. Увидимся уже в том месте, где я решу поставить лагерь. Так, ну что ж, ребятки, бегал я очень долго, пока я выбирал место. И решу его поставить в наш лагерь вот здесь, в падении такой, в горах. Это, конечно, не самое лучшее место, но с нововведением такого леса в 62-м патче вообще очень сложно стало где-то спрятать палатку в деревьях, как и будет видно очень издалека. Вот здесь, вот смотрите, если человек побежит вот так вот, он нашу палатку даже не заметит. Если, конечно, специально туда вот смотреть не будет. Когда отсюда тоже, если люди бежать будут вниз, они даже не обратят внимание на нашу палатку. Ну, это всё в теории. На самом деле, как всё будет на практике, я не знаю. Будем надеяться, что наш лагерь просуществует. Ну, скажем так, очень долго. Совсем, конечно, найти его, это вряд ли его по-любому найдут. Вопрос только когда. Я разгрузился, взял с собой только самое необходимое. Так, тут у нас прицел и 20-ка патронов на дробовик. Ну, это так, чисто на всякий случай. Дождевик взял, чтобы неправильно в бутылку воды я выпил. И еду я всё оставил здесь. С собой взял только вот самое необходимое. Здесь неподалёку есть посёлок, по-моему, он называется Старый Яр. Сейчас мы отправимся туда и берём какого-нибудь хабарчика и притащим в наш лагерь. В идеале, конечно, найти зомби какого-нибудь рыбака со спиннингом, чтобы мы уже могли питаться, так сказать, автономно, не завися от этих деревень. Но мы найдём то, что найдём. Давайте отправляться. Народ, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить лайки и подписываться на канал, если вам нравится то, что я делаю. Для вас это не составит огромного труда, а для меня это послужит дополнительным к стиму выпуску новых роликов. В общем, мы добрались до деревни, которые мы хотели обнести. Я вот залез на вышечку, чтобы сверху немножко за ней понаблюдать. Смотрите, сколько зомбарей. Раз, два. Где-то ещё здесь третий был, но он у нас ловко прячется. В общем, как только я подошёл к деревне, сразу уже три зомби. Вот интересно, это сейчас можно как-то по зомбям определить, есть кто-нибудь в деревне или нет. Давайте на всякий случай возьмём пистолет. И будем лутаться. Хотел бы, конечно, ещё бочку найти, притащить её в лагерь, чтобы наш лагерь прям уже был таким солидным, полноценным. Так, бочку, шмочку, прочую фигню. Так, патроны эти я брать не буду. Давайте я, наверное, дополнительно бинтиков нарежу. Так, чисто про запас. Потому что с собой у нас один бинтик, и в лагере осталось шесть штучек. А это будут запасные. Вдруг какая-нибудь сволочь нас подрежет. Нам будет очень срочно надо перебинтоваться. Так, это человек с киви, который нас увидел, скотина реактивная. Трогай меня. Получай. Ты так видел? Да что ты, умри. Давайте заберём у него киви и перебинтуемся. Видите, бинты пригодились сразу же. Блин. Долбаный зомби. Блин, обнесли только один дом, и нам уже опустили кровотечение. Швейный набор-то я выкинул. И нам в случае чего даже... О, верит свечёк-то даймач у нас. В случае чего нам даже не починиться. Так, нужно найти кожаный швейный набор прям. А вот, кстати... Так, бутылку я пока что здесь наливать не хочу. У меня рядом с домом там есть где-то озеро. Ну, как рядом. В районе километра. Не больше. Так, еда. Опять же, как раз то, что нам надо. Нифигаси, ещё еда. Ещё и с флешкой. Так, а там ещё какая-то тряпка. Давайте. Так, мне уже ничего нет. Ух ты ж, сколько у вас тут. Не заметили? Это хорошо. Так, это что такое у нас? Карабин. Карабин. Карабин у нас, по-моему, пять патронов, что ли, есть. Если он стреляет теми патронами, о которых я думаю. Не буду я его пока что брать. Может быть, на обратном пути я его захвачу. Возьмём в руки и уже в руках я его понесём. Сейчас я его просто брать, пока я не хочу бегать с лишним оружием в руках, потому что зомби всё-таки слышат нас, агрессируют, и от них приходится избавляться. Хотелось бы бегать либо с глушителем, либо с оружием ближнего боя. Так, а вот и швейный набор, который нам был нужен. Как он правильно называется? Швейный кожаный набор. Так, давайте починим наш рюкзак. Отлично. Теперь он ворн. Так. Ой, не то сделал. Давайте мы, наверное, возьмём пока что эту курточку. Ставим её в лагере. Про запас. Винчестер, нифига себе. Сковорода нам не нужна. Винчестер. Ладно, будем иметь в виду. Смотрите, как много оружия в этой деревне. Мы облутали фактически там пару домиков. Так, а это какая краска? Давай. Зелёный. Нет, была бы чёрной, мы бы шлем покрасили так. На шлем и так зелёный, поэтому смысла её брать нет. Была бы возможность красить палатки. Это был вообще топ. Её бы хотя бы можно было спрятаться. А то они сделали, блин, туристическую палатку ярко-голубого цвета. И прятать её надо в зелёных пустах. Как-то это вообще не круто. А армейскую палатку мы бы, например, на том уступе даже и не смогли бы её поставить. Я даже вообще не знаю, как можно спрятать таких размеров огромную палатку. Её, во-первых, не поставишь нигде, все эти неровности поверхности. Плюс ещё её видно издалека. Так, ледорог давайте возьмём. Мало ли захочется нам сделать печку из камня. Так, давайте заглянем в машину. Отлично. Отлично. Господи, куда нам столько патронов на дробовике? Я же не успею их все выстрелить. Просто столько не живут, сколько я набрал патронов. Именно на дробовик. Ладно, если с глушителем там чё-то было, ещё можно было зомбически поотстреливать. Так, чисто по приколу. Так, тут у нас тупичок. Что ж, ту дверь-то не закрыл. Дом с пианиной. Сейчас, наверное, надо будет набрать воды. Тут все колонки как-то на виду у всех стояли, а эти... А эта, точнее, она как-то в домах спрятана, её не так сильно видно. Может, книжку взять, почитать на досуге перед сном. Так. Давайте всё это сделаем по фасту. Потому что хоть деревня находится на севере, а люди всё равно здесь могут быть. Так. Отлично. Ну, уже деревня-то далеко находится от спауна кепок, поэтому здесь уже люди маломальски залутанные придут. Значит, они придут вооружённые. Не до зубов, конечно. Хотя, если мы в такой вот деревне нашли сразу винчестер и... Чего ж мы там ещё карабин, что ли, нашли? То, может быть, и люди придут уже вооружённые. До зубов. Ну, у нас до хера патронов на дробовик, поэтому мы будем отстреливаться до последнего. Так, тряпки нам больше, я думаю, не нужны. Эть! Подпрыгнуть? Нет, никак не прыгает. Так, зомби. Мы когда смотрели издалека, здесь тоже где-то ходил один. Его надо ликвидировать. Тихо и незаметно. Типа стелк. Ассасин скрипт, все дела. Мы убили его скрытым. Её, точнее, скрытым топором. Со спидной подкрались и прикончили её. Не хватает только дымовой шишки под ноги кинуть и скрыться в тумане, как ниндзя. Так, дядя, ты нас не видел. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Так, шмоте полно. Всякого не нужно. И кармана пустые. Жаль, жаль, очень жаль. Походу, на бочку нам в этот раз не повезёт. Хотя ещё осталась пара сыраюшек. Хлипких с виду, но может быть с бочкой внутри. Тут на шифонере ничего. Шифоньер. Так, это что за патроны? Седьмой, магнум. Ну, давайте возьмём. Ладно, сколько они уже нам попадают? Уже будет 300 к набрали. Нихренали нам только нужны. Пока несколько есть, давайте будем брать. Давайте попробуем по стелсу. Не, не хочу. Упаковки буду брать, а так брать не буду. Коробочка пусть лежит чистая, аккуратненькая. А эта фигня, тут будто по шесть патронов не валятся. Интересно, он нас увидит. Если мы вот так вот сделаем. Да. Не сильно они умные. Но нам это на руку. Давайте-ка забежим в этот автобус, потому что в автобусе мы тоже можем... Вы видели, вылез прямо из могилы только что. Так вот, как они спавнятся, получается. Стоят из могил. Книжица. Водитель, наверное, читал. Уснул за рулем и кончился, как человек. Осталось еще буквально пару домиков. Я вот не знаю, что взять лучше. Винчестер или карабин? Не знаю, посмотрите. В конце видео я, наверное, вернусь за тем оружием. Уже в руках отнесу его в лагерь, как я и говорил раньше. Пусть лежит. Пока что слота в этом лагере позволяют. Палата почти пустая. Там еще нечего. Так, в сортире ничего. Я слышал, что... Ну, читал, что кто-то в туалетах делает схроны. Всяких бочек из контейнеров. Этих желтых маленьких. Из оружейных. Ну, что-то я пока что ни одного не находил. Ничего себе, смотрите, забор внутри гаража. Наверное, по феншую ставили. Крен поймет дизайнеров. Чего у них в голове. Да и в гараже тоже чего-нибудь не поймешь. Так, там пусто тут что. Кристина у нас какой? А у нас дэмэдж. Давайте возьмем новенький. Раньше с помощью него можно было очень-очень быстро добывать камень. У него не было анимации того, как он долбит камень у ледороба. Киркой же, когда он... Карабин еще один. Карабин, он с обоимой идет или он так заряжается без обоим? По-моему, с обоимой. Так, аптечка. Давайте возьмем. Будет у нас в лагерь своя аптечка. Такая-то, что такое у нас тут? А, это фигня. Не, она не нужна. Так. Вот там вот через дорогу есть еще пару домиков. Давайте отправляться туда. Так, в общем, в тех домиках ни хрена не было, я уж не стал вам показывать. Давайте здесь, это последнее наше место, которое мы будем обыскивать на сегодня. Наверное, на этом обыск этой деревне мы закончим. Мы набрали неплохо еды. Аберисты, что ли? Почему она, интересно, мокрая? Тут тоже вот такое неплохое место. Тут много машин. Много всякой фигни можно найти. Нараж с бочкой. Нет, к сожалению, бочки здесь не было. Перчатки у нас есть свои. Так, что еще тут есть? Пустая машинка. Ну, давайте осмотрим сам трактир. Может быть, мы здесь что-то еще найдем. Так, тут пустая. Тут пустая. И тут... А, вот тут вот очень даже неплохие штанцы на 6 сотов. Сразу коричневые, что если уж мы испугались, никто этого не увидел. Только когда нас снимут штаны, они смогут об этом догадаться. Так, ну что ж, ребята, неплохо мы так сходили. Или, смотрите, набрали кучу еды. Сейчас я все это понесу в лагерь. А почему я мокрый? Не понял, что, дождь идет? Тучки ходят, конечно, пасмурные, но дождя-то нет. Что, может, персонаж мой вспотел, пока мы тут бегали. По-моему, мы еще не ввели такое в эту игру. А было бы неплохо. Так, ладно, я сейчас тогда за кадром сбегу. За каким-нибудь ружьем. Напишите мне в комментариях, какое бы вы взяли ружье. Винчестер или карабин. А какое ружье увижу я, вы увидите далее. Все-таки начался дождь. Как это странно. Мы промокли до того, как начался дождь. И потом начался дождь. Взял я, в общем, с собой винчестер. Как хорошо, как мы, кстати говоря, нагрелись. Сейчас мы заодно промокнем и остынем. Взял я с собой винчестер. Ну, мне кажется, он все-таки полбойник, что ли, будет. Карабина. Хрен его знает. Посмотрим. Опять же, напишите мне в комментариях, чтобы взяли вы и почему вы бы сделали такой выбор. Так, швейный набор я, кстати, нашел банку тушенки. Ой, фасоль тушеный. И, 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 швейный набор. По-новее. Так, ладно, все, хватит лутаться. Давайте отправляться в лагерь. Я сейчас там разгружусь и покажу, что у нас есть. И расскажу о наших дальнейших планах. Ну что ж, ребятки, сбежал из своего лагеря. Как ни странно, его еще никто не украл. А за то время пока что у нас не было. Так. В общем, я разгрузился. По-полности. Наелся. У нас состояние хелси появилось. Мы накушались, напились. В общем, вот так вот сейчас выглядит весь наш хабар. Я решил оставить дождевик. Ну, намокнем, намокнем. Мы успеем добежать и согреться. С собой я взял патроны. На дробовик, на пистолет. Воды попить. Швейный набор. Он уже все равно плохой. Там у нас зомби покоцают. Мы, если что, заштопаемся и выкинем его нафиг. Так. Ребята, в следующей серии я, наверное, отправлюсь на маленькую военную базу. К названию Тисы. Она здесь находится не так далеко. Мы попробуем найти какое-нибудь более мощное оружие. Разгрузку и прочую всякую военную атрибутику. Но это будет в следующей серии. Спасибо, что вы были со мной. С вами был Redcar. Скоро увидимся. Пока.